Друзья, приветствую! Сергей из города Химки прислал посылку с образцами масла Xtreme AMG VRS 0.5, вот так обозначает Xtreme W40 GTR Так, смотрите, описание масла, это какая-то уточненная, я так понимаю, обновленная что ли формула VR2 масла, вот автомобиль, описание, достаточно такой даунсайз 1.3 нагруженный, турбо, 150 сил, с литровой мощностью, больше 100 сил на литр И анализы, но анализы это относится к маслу VR2, два образца свежей отработки Сейчас я сделаю эталон, для этого обновлю спектр масла Вот такая спектрограмма, видно, что высокий уровень эстеров здесь Видно, что это полиэстеры Ну и, так я бы оценил это не менее чем в 9 процентов, по аналогии с Mobil1 Далее, сейчас подкорректирую, посмотрим Так, смотрите, противоизносных присадок 43 Ну, здесь функцию их противоизносных выполняют эстеры Частично, поэтому ничего тут такого, мне кажется, удивительно быть не должно Далее, подкорректирую гликоль, сажу Ну и, естественно, такой уровень эстеров отражается на пиках спектрограммы И занижает щелочное, и завышает серьезно, видите, занижает щелочное и завышает кислотное Выставил 10.2, по аналогии с VR2, данных нету по данному маслу Вот, ну и здесь уже, скажу так, опытным путем Значит, отталкиваясь от Mobil1, там тоже полиэстеры Выставил, немножко завис, даже не знал, что выбирать Выставил, значит, 275 кислотное Так, все, эталон создан, и можно проверять машину Так, напоминаю, это Renault Duster 1.3, H5 HT, 150 сил, турбобензиновый, 5.5 объем картера 15 тысяч общего пробега, свежий автомобиль И пробег на масле 10 тысяч И, вот у Сергея написано, 270 моточасов плюс 30 прогревов Средняя скорость 37 В основном это 80% трассы с пробками Ну и смотрите, значит, что намерил прибор 59% по противоизносным присадкам Сажа 0,02, невысокий уровень Мотор новый, машина работает хорошо Вот, значит, на пол единицы выросло кислотное Кстати, не сильно выросло за такой пробег Достаточно хорошо Масло сопротивляется окислению Ну и вот щелочное 4,9 По крайней мере, так считает прибор То есть, можно сказать, ну да, наполовину упало Так, сейчас я покажу вам, значит, сравнение вязкости Свежей отработку Да, в этом масле никакой проблемы с сажей в свежем не было Как вы могли заметить Так, закладываю два образца Давайте посмотрим Да, есть разжижение Смотрите, такое Я оценил его в 37% от максимального до красной риски То есть, ну, чуть более Чуть более, чем на треть Учитывая 37% Скорость, ну, высоковато, честно говоря Непонятно почему Ну, может быть, именно Проба была взята в такой период Там, недостаточно прогрета, выпарена Да, не забывайте отметить видео Подписаться на канал Нажимайте колокольчик И ресурс Смотрите, что у меня получилось Значит, общий ресурс По версии прибора 12800 на данном масле По моточасам Это 384 моточаса Но, хочу отметить Все-таки, это турбо Маленький и такой Достаточно злой для этого объема И мощность такая 150 сил Вот И, как мне кажется Все-таки, вот эти масла Даже на ПАУ Не очень там хорошо Зону турбины переносит Вот высокие температуры Или Высокая температура Больше влияет на эстеры Вот Ну, вот, по крайней мере Вот такое получилось Значит По нитрованию тоже, видите Все нормально здесь Ну и вязкость Возможно, что и вязкость Поспособствовала Достаточно такая Приличное Приличное разжижение Ну, как бы масло Видно, что крепкое Даже в таком Непростом, я так думаю Что Моторе 380 часов Хороший, отличный результат Ну, сейчас Многие из вас Из тех, кто пользовался Данными маслами Знают, что Непонятно В свете последних событий С маслом есть сложности С приобретением Вот Ну, надеюсь Что Владельцы Экстрима Решат этот вопрос Вот Наладят и поставки Ну, как бы Будет доступно На нашем рынке Вот такой получился тест Благодарю Сергея За предоставленные образцы За поддержку канала Всех, кто посмотрел данное видео Благодарю за это Желаю всем удачи и здоровья Берегите себя и близких Всем мира Увидимся в следующих видео Пока